В память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. В этом году исполняется 65 лет со дня появления вечного огня в нашей стране. Впервые он загорелся в 1957 году на Марсовом поле в Ленинграде. И только спустя 10 лет, в 1967, его зажгли у Кремлевской стены на могиле неизвестного солдата. Он служит напоминанием о тех, кто не вернулся домой с поля боя. Когда мы говорим о войне вообще, это что-то далеко. Когда мы говорим о конкретном дедушке, о бабушке, об отце, о сестре, то это становится нам ближе. И мы понимаем, что это действительно история про нас, про всех нас, про жителей большой и великой страны. Вечный огни – это символ. Это то, что всегда согревает нас, то, что всегда напоминает нам о важном, то, что дает нам право оставаться людьми. В разных городах России вечный огонь имеет разную форму. В Москве у Кремлевской стены он выполнен в виде пятиконечной звезды. В Санкт-Петербурге имеет форму четырехугольника. Пятигранный в Калининграде. А на Мамаевом кургане он выполнен в виде факела в руке Родины Матери. Но везде он символизирует памятник вечной славе погибших на полях сражений. Это символ памяти о людях, которые отдали свою жизнь за Россию, за страну. Вечный огонь – это символ памяти. Памяти о том, что мы защитили свою Родину, Великую Отечественную войну. Символ того, что мы победим всегда. Символ единства нашего. В первую очередь, конечно, память. В каждом регионе страны, в каждом городе есть свой вечный огонь. В этом году Государственная Дума приняла закон о том, чтобы в России все вечные огни работали бесперебойно. Инициатором стал депутат Отца Марской области Александр Хинштейн. Михаил Ермоленко, Евгения Усова, Константин Головин. События.